Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас рубрика Фаберлик Беспрекрас. А это значит, что нас с вами ждут впереди самые честные и достоверные отзывы. Давайте начну, девчонки, с краски, потому что очень многих интересовал вопрос, сколько она держится и как смывается. Мы последний раз с вами красились краской Фаберлик Эксперт Колор. Я коробку выбросила. Оттенок 5,46. И что хочу сказать. Четыре раза я уже помыла голову после нанесения краски. Мою я ее через день и на кончиках уже у меня русый цвет обратно. То есть такой вот выраженный относительно. Он на корнях, видите? Ну то есть уже, наверное, после второй помывки он начал смываться и кончики уже гораздо светлее и они такие русые. А красноватый отлив остался на корнях. Поэтому смылась, да, конечно, смылась. Но учитывайте еще то, что кончики у меня пожены, а с них краска вообще смывается быстро, они ее плохо держат. И то, что я на кончике краску практически не наносила, я ее протягивала. Так краска довольно стойкая. Вот на корнях, где волосы не повреждены, наверное, вот досюда, то есть остался такой вот красный отлив. А кончики уже, они практически русые. Вот так. Так, поехали дальше. Давайте начнем с вами с бытовой химии. Закончился любимый кондиционер с органой. Артикул 118.54. Потрясающий аромат. Больше всего люблю. Две штуки, да, целых закончилось. Потому что стирки сейчас было много. Перестирывать начала вещи малыша. Подготавливать, складывать все и так далее. И поэтому вот целых две бутылочки закончилось. Пахнет классно. Каким-то парфюмом. Не знаю. Ну, белье пахнет вкуснее всего после вот этого кондиционера. Некоторые кондиционеры из бутылки тоже приятные, но белье потом пахнет как-то не так. Поэтому я всегда вот эту покупку повторяю и рекомендую всем. Если стираете постельное белье, либо полотенчики, то расход, чтобы оно было прям вот таким вот мягким-мягким, достаточно большой. То есть два колпачка даже наливала на полотенце, особенно когда стирала, да. А если одежду, то достаточно одного. Это я имею в виду полную загрузку. Так, дальше. Закончился порошок вот такой универсальный. Так, это что у меня? Горная свежесть. Я беру ту горную свежесть, ту альпийские луга. Артикул вот этого. 323. Здесь 800 грамм. Они у нас сделаны в Германии. Я заботилась уже отвечать, девчонки, на комментарии. Мне все пишут, вы же порошки хайли. Ну, я хайла их два с половиной года назад. Они мне совершенно не нравились. Вообще абсолютно просто. Они были слабенькие. После них какое-то было белье застиранное. Серое и так далее. В прошлом, в 2020 году, уже два с половиной года прошло, мне пишите, то вы их покупаете, а то вы говорите, что они плохие. Я уже замучилась каждому отвечать, поэтому отвечаю всем и сразу. В прошлом году формулу обновили. Она стала усиленная. И они стали лучше отстирывать. Мы с вами тестировали. Я вам всегда в инфобоксе ссылочку на затест порошка оставляю. Она там пожизненно практически висит. Формула стала мощнее. И они действительно классно стирают. У меня к ним нет никаких нареканий сейчас. Вещи не выглядят застиранными. Все свежее, все классное. Краски яркие. И несмотря на то, что я беру вот этот, а не порошок для цветного белья, краски очень яркие. Все меня устраивает абсолютно. Это порошки безопасные для аллергиков. Имейте это в виду, если у вас есть знакомые. Здесь такие гранулы специальные, которые не пылят во время использования порошка. То есть вы не вдыхаете ничего. Он вымывается полностью, что тоже важно для аллергиков. В общем, 800 грамм приравнивается к 3 килограммам обычного порошка. Порошок сейчас хороший. Я им пользуюсь прям с превеликим удовольствием. Им либо порошочком гринли. Он меня тоже, в принципе, устраивает. Поехали дальше. Так. Из серии Домф и Берлик. Концентрированное средство для мытья посуды. Вот такое вот с грейпфрутом. Классное, хорошее, замечательное. Они все у нас идут 0+. Что потрясающе. Можно мыть соски, бутылки. Артикул 118.30. Запах хороший. Я меняю их периодически. У меня вот нет какого-то конкретно любимчика. Да, они некоторые бывают пошиже, некоторые погуще приходят. Яблочко в основном, мне кажется, самое жидкое. Но иногда это и от партий зависит. Люблю все, люблю их и беру, и постоянно пользуюсь. Как бы никаких нареканий. Отмывает все до скрипа. Единственное, мне не понравился только гринли для мытья посуды. Я вам уже рассказывала. Вообще из этой серии мало что нравится. Потому что оно жидкое, плохо пеньется. Это пеньется отлично. То есть губку намылил и перемыл всю раковину посуды. Расход минимальный. Я раньше разбавлялась, сейчас я не разбавляю. Пользуюсь концентрированным. Потому что хочется их почаще менять. Хочется разные вкусы, ароматы пробовать и новинки. Поэтому сейчас уже не разбавляю. И вот как раз биогель для мытья посуды гринли. Артикул его 10893 вообще не понравился. Никогда больше не повторю. Несмотря на то, что он для жесткой воды. Биоформула, антиналет. Ничем он не хуже, не лучше. Он хуже, чем обычный серий Дом Фоберлик. Вообще серия Дом Фоберлик удачнее, чем серия гринли. По мне гораздо. Натуральный цитрусовый микс. У меня было здесь биоэнзимы, эфирные масла. Тротттттт. Ноль искусственных отдушек, растителей, фосфатов, ароматизаторов. Действительно пахнет эфирными цитрусовыми маслами. Маслом апельсином. Я чувствую мандаринчик. И травяной какой-то аромат. Вообще практически не пенится. Наливаешь достаточно большое количество средства на губку. И хватает на две тарелки. Все. И дальше опять приходится добавлять. Три тарелки максимум можно помыть. Но это неудобно. Насколько бы оно безопасным не было. Насколько бы оно не имело крутой состав. Ну, это постоянно обновлять. Мне даже не жалко, что у него большой расход. Но это просто неудобно. Поэтому нет, конечно, больше не повторю. Так, поехали дальше. Что у нас еще из серии Дом-то? Все, наверное. Два мыла вот таких закончились. Первое. Не первый раз беру. Лаймовый сорбет. Жидкое мыло для рук. Мне очень нравится аромат. Мне нравится, что оно в бутылочке такое красивое, зелененькое. Хорошо смотрится и на кухне, и в ванной. И аромат классный у серии Лаймовый сорбет. Мне прям очень нравится бьюти-кафе руки. Вроде не сушило. Как бы, ну, не сильнее, чем другие. Все нормально. Очень приятная одушечка. Сладенький такой какой-то действительно лайм-лимончик. Что-то такое с мороженцем. Как и нарисовано здесь. Хороший мыло, удобный дозатор. Артикул 25.05. По хорошей цене они очень бывают в каталоге. То есть вообще за копейки. Поэтому да. Но чаще всего я беру, конечно, лакрем. Мне больше всего нравится с миндалем. Оно такое, как крем-мыло. Прям, да? Прям почти, да. Крем-мыльце такое. Роскошная мягкость. Не скажу, что прям роскошная мягкость. Но ручки не сушат. Слава богу. 86.37 его артикул. Тоже удобный дозатор. И на кухню я такое беру с молочными протеинами. Аромат миндаля потрясающий. Сладенький тоже такой. За аромат больше всего я люблю. Поэтому эту покупку тоже частенько повторяю. Так, дальше у нас с вами уходовое. Все, по-моему, осталось практически. Гель для подмывания закончился вот такой вот малышковый из линейки Бэйби. Повторяю, постоянно набрала в запас. Заказ еще один отправила. Постоянно у меня есть в доме. Я использую его для подмывания дочери. Сейчас в будущем, естественно, малышу. Здесь 190 миллилитров серия. Ну, не сказать, что копеечная, но не суперлюксовая. Потому что все такие вот средства для малышей, они в основном так и стоят. Даже дороже. С экстрактом череды и алоэ вера. Я сейчас сама таким средством пользуюсь, будучи беременной. Да, потому что мне кажется, это более безопасно. Мне нравится. Я обожаю эту серию задушку. И всегда обожала. Прям обожаю. Мне напоминает еще Бёбхен похожий запах. Когда дочь маленькая была, мы пользовались Бёбхен. Запах чистоты такой. Мне прям, я не знаю, я тащусь. Запах чистоты и памперсов. Вот вообще потрясающе. 0+, гипоаллергенно. Никаких нареканий нет. Ни сухости, ничего. И вот поэтому... Да, да, еще раз, да. У меня теперь по три бутылки стоят точно в запасе. И будут стоять, наверное... Теперь еще больше. Три девочки будут мыться вот этим средством. Так, что у нас дальше? Дальше тушь покажу, девчонки. Long and Strong. Мы с вами ее обозревали. И поначалу она вела себя очень даже неплохо. 57, 22 ее артикул. То есть все как бы классно. Реснички хорошо укладывала. Хорошо удлиняла. Хорошо вроде как и подкручивала. И объемчик был, силиконовая кисточка. Но потом, буквально вот спустя две недели, и девчонки многие со мной согласились, они после того, как их накрасишь, и какое-то время проходит, часик, два, три, когда как, они опускаются вниз. Вот так прям падают вниз. Даже если сбоку смотреть, они прям смотрят вниз. Не знаю, под тяжестью ли туши. Хотя я наношу всегда любую тушь, в принципе, в два слоя, да. Либо у нее такая текстура. Ну, я не знаю. В общем, и паучьи лапки. То есть я ей месяца, наверное, не отпользовалась, да, как сразу она появилась, вот эта вот новиночка. Я ее взяла. И она начала себя вот так вести. Поэтому нет. Нет, не могу рекомендовать к покупке, девчонки, тушь неудачная. Неудачная. Первоначальный отзыв был прям положительный. Я думала, вау, классно, новый фаворит. Фаберлик из туши нет. Вообще, с Miss Curl и из линейки Glam Team малиновая тушь силиконовой кисточкой я пока ничего не могу сравнить. Поэтому это еще много. Она не засохла, но она создает уже эффект паучьих лапок. Ресницы выглядят неаккуратно, некрасиво. Поэтому, естественно, я ее выкидываю. Еще выкидываю давно. Собираюсь, только дошла. Эта линейка уже, наверное, вывели давно из распродажи. Она осталась... Ой, из ассортимента. Она осталась только в распродажах, по-моему, мелькает ультра, да. Хотя многие ее любят, да. Она мне вообще не зашла. Я ее брала в момент, когда кожа моя была жирная. Мне требовалось матирование, да. Немножко подсушить, немножко заматировать. Вообще ничего. Это тоник, матирующий для жирной и проблемной кожи. Регулирует выработку сегмы, снимает раздражение, покраснение, смягчает и освежает кожу. Ничего из этого на моей коже не сработало. Хотя, знаю, многие эту линейку любят. И для своих детей и подростков берут и очень нахваливают. Мне из этой серии вообще ничего не зашло. Крем матирующий не матирует. Мицеллярка Г. Тоник тоже. Поэтому вот, может быть, просто ведет себя так на возрастной коже, а может быть, просто так вел себя на моей. Артикул его 0881. Кто любит это средство, можете поискать по артикулу. Куда еще этот тоник, дети? Матирующий я не знаю. Поэтому, конечно, выкидываю. Стоять давно уже. Как видите, я им, естественно, не пользовалась. Потестировала, потестировала и ничего хорошего не дождалась. Так, дальше закончился. У меня мист из линейки Витамания. Мой любимый, мой потрясающий просто аромат с манго и папайей. Это невероятный аромат. И как хочется, чтобы он остался на коже, но он, зараза, не остается. Вот такие вот мисты Фаберлик. Ну, хотя бы просто распшикать. Легкое увлажнение. Я, знаете, вот такие продукты в основном люблю на лето, когда на юг, если собираетесь в этом году, мист прям классно. То есть пришли с моря, приняли душ, да, у вас загар. И вот этот мист распшикали. Есть такое легкое увлажнение. И, наверное, последние два года мы ездили, когда на море, я не облизала, не шелушилась, кожа не сходила вообще. Вообще просто загар потихоньку смывался. Потому что я после каждого принятия душа вот пользовалась вот таким вот мистом. Такой вам лайфхак, может быть, тоже пригодится. Артикул 2374. К линейке Витамании я так отношусь. Ну, это дешевенькая линейка, но вот аромат, он божественный. Манго и папайя, он просто божественный. Я обожаю. И легкое увлажнение все-таки присутствует. Еще производитель заявляет, что здесь есть витамины А, Е и ПП. Это тоже классно на самом деле. Так, следующий продукт, который закончился, это маска для глубокого очищения кожи из линейки Себа Баланс Эксперт. Фаберлик Эксперт. Вот так она выглядит. Артикул ее 7882. Ну, отопить ей не буду. Нормальная маска. И все. Для глубокого очищения кожи? Не для глубокого, для поверхностного. Для поверхностного очищения кожи она застывает на вашем лице. Сначала она такая серая, кремовая. Вот такая. Ну, поярче. Здесь она уже застывшая. Видите, вот так она на вашем лице застывает. Практически как глиняная, но немножко помягче, попластичнее текстура, нежели вот прям вот глиняные-глиняные масочки, да. Для поверхностного очищения кожи лицо, после нее мотированное, да, имеет смысл использовать всю эту серию обладательницам жирной кожи комбинированной. Я использовала целиком. Кремушек добиваю, там еще и скаточку. Имеет смысл. Но в этом плане, в плане глубокого очищения кожи, мне гораздо больше нравится маска из линейки Фаберлик Эксперт с красным крестиком, два в одном которая. Вот она действительно для глубокого очищения кожи. Она вычищает все поры, ваши черные точечки. Поры становятся безумно чистыми, и она их еще сужает. Она их сужает и стягивает, и на какой-то момент, это эффект временный, но тем не менее он крутой. Опора ваша становится стянутой и менее заметна, то есть в течение дня. Можно использовать ее как умывалку. Она вот помощнее, она действительно для глубокого очищения кожи. Это так, ну, так, среднячок, среднячок. Дальше. Три продукта вот из этой линейки с красным крестиком. Как раз гель-спрей для полости рта с пребиотиками. Все семьи оценили его по достоинству. И теперь тоже всегда в запасике у меня стоит, заказываю. 1679 артикул. Мне очень нравится. Многие девочки писали, что вот когда начинает только болеть горлом, можно этим спреем попшикать и помогает. Помогает избавиться от боли в горле, потому что, наверное, за счет вот этих пребиотиков. Это такой мятный спрей. Он прям мятный-мятный. Достаточно одного-двух пшиков, чтобы освежить дыхание. Удобный формат. Запах тоже чистой мяты. Немножко может поджигать, потому что я знаю, многие не любят мяту, да. Здесь нет, именно мятный. Активная формула подавляет неприятный запах изо рта, увлажняет слизистую полость рта. Длительная свежесть дыхания. Не могу сказать, что длительная, но освежает. Пребиотик и нулин способствует оздоровлению микрофлоры полости рта. Поэтому, конечно, здорово. Вот теперь берем в запас. У нас в семье всем понравился. Разогревающая маска против выпадения волос. Фоберлик Экспер тоже линеечка. Эта серия у нас вообще считается косметевтикой. То есть она направлена на... Заикаюсь уже. На решение не только косметических проблем каких-то, да, но и лечебно ему обладает действием. Маска классная. 83-49. Повторяю, уже не первый, не второй, не третий раз. Мне она очень нравится. После того, как я помыла голову, я наношу ее на все волосы и на кожу головы. Она начинает сжечь. Печет хорошо. Прям так основательно. Шапочку никакую не одеваю, потому что она и так печет прям как надо. И когда перестает она работать, перестает печь, я ее смываю. Обычно такие продукты, они имеют свойство подсушивать, да. Подсушивать, подсушивать кожу головы, подсушивать волосы. Здесь нет, наоборот. Очень классно ухаживает за волосами. То есть они потом блестящие, кончики сглаженные, да, несмотря что вот она такая поджигающая, она классно ухаживает за всей длиной ваших волос. За это ее люблю. То есть потом я никакие не смывашки, никакие бальзамчики не наношу даже. Она работает с волосами так же отлично, как и с кожей головы. Поэтому она мне очень нравится в использовании. Так, что здесь? Уникальный комплекс содержит замедляющий процесс выпадения волос, стимулирует рост новых здоровых волос. Но пушок у меня растет, не могу сказать от нее, не от нее, потому что я периодически делаю скрабы, и не только эту разогревающую маску, да, но и какие-то другие. Но в целом я этим продуктом довольна, и когда бывает скид, очень часто повторяю. Так, тонизирующий крем для ног, винатоник. Много раз вам тоже его показывала. Сейчас прям вот во время беременности спасением для меня является, потому что ножки устают, уже устают, все. Срок большой. 17.33 артикул. Наношу вечером, сейчас могу и днем нанести. Ножки задираю на стену, немножко полежала. Все, класс. Целый день можно еще ходить, делать дела и так далее. Он охлаждает совсем чуть-чуть, на минуточку, может быть, на две максимум. Но реально чувствуется, как он снимает усталость. Поэтому крем очень классный. Кто-то спрашивал у меня в прошлый раз под видео, помогает ли от варикоза. От варикоза помогает только операция. Все остальные средства, они облегчают состояние. Да, вот это средство облегчает состояние. Мне нравится. Поэтому тоже повторяю частенько эту покупку. Новенькие, недавние, девчонки, маски. Розовые пока еще не добила. Первая маска голубая с витамином В3. Мне на три раза хватает этой баночки. Девчонки писали, что на большее количество раз. Но вы знаете, эта маска, нужен хотя бы средний слой ее на лице, чтобы она хоть как-то поработала. Если ее мазать тонким слоем, как крем, не знаю, я не вижу в этом смысла. Поэтому мне хватило на три раза. И я вам даже не скажу артикул, потому что на банке абсолютно никакой информации нет. В общем, вот эта вот голубая с витамином В3. Она у нас освежающая, перезагрузка называется. Она действительно освежает. Холодок по коже есть. И вроде тон ровный после маски. Кожа неплохо выглядит, свеженькая. Вот ее хорошо на утренней основе. Вот видите, прям добила до конца. Баночки такие прикольные. Тут внутри, кстати, пластиковая еще баночка. Мне кажется, она вытаскивается. То есть она меньше, чем стеклянная, да, гораздо. И запах приятный. Но единственный минус, кто пробовал, тот со мной согласится. Не единственный. Два минуса. Во-первых, цена на три раза в 500 рублей она стоит без скидки. Во-вторых, нанесение. Это желеобразная маска, которую неудобно носить ни лопаточкой, ни кисточкой, ни руками. Чтобы ее нанести, нужно в руках ее мять, 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 чтобы она вот свое вот это желеобразное состояние слегка растянулось, что ли, немножко размазалась по рукам. Потом на лицо. И все равно это неудобно. Все равно куски валятся. Неудобно. Есть маски с таким же действием, даже с более сильным. Допустим, вот как по мне, бабушка Агафья. Потрясающая маска моя любимая, утренняя, освежающая тоже. Они гораздо бюджетнее, гораздо удобнее в нанесении. Поэтому нет, не повторю, девчонки. Желтую не повторю, тем более с бананом. Восстанавливающая она называется с провитамином В3. Тоже на три раза хватило. Единственный плюс ее это аромат. Банановый вкусненький такой вот аромат. Это единственный плюс этой маски, по мне. Возможно, на другой коже она как-то по-другому работает. И, а, не единственный, девчонки. Вот ее удобно наносить. Она как суфле. Такой суфлей, когда ее наносишь на кожу, ее даже не видно. Видно, что просто кожа как будто заматировалась и все. Ее не видно на самом деле. Но она ничего не делает на моем лице вообще. Не выравнивает тон, не освежает, не увлажняет. Вообще ничего. Абсолютно никакого эффекта. Вот добила баночку быстренько и добила. И все. Тоже, конечно, больше не повторю. Кажется, самая удачная из этих масок розовая. Это потом, когда я ее закончу, расскажу поподробнее. Так, закончился дейзик 48 часов. Вот такой. Мне хватает на 24. Без спирта он у нас. Это хорошо. Артикул 2242. Вот мне сейчас стало под конец беременности. Маловато дейзика Фоберлик. А так я уже пользуюсь ими год где-то точно. Маловато, потому что какая такая потливость началась. И я уже немножко отошла пока в сторону от дезодоранта Фоберлик. Аромат у него вот этого розового классный. Приятненький такой. Легкая дужечка чистоты цветочка. Ну, он называется у нас чистота лодца. А так они меня всегда устраивали. Как бы все нормально. Так, дальше. Восстанавливающая маска сливки из серии Биомика. Наилюбимейший мной продукт из этой серии. Прям вот обожаю. Она с пребиотиками. Артикул ее 1251. Она вообще классная. Она действительно как сливки. Такая беленькая. Очень хорошо разносится по лицу. Прекрасно его увлажняет. Даже есть какой-то элемент питания. Тон ровный. Личико потом свеженькое. Мягенькое такое вот. Ну, классно. Классная действительно маска. Вот из серии Биомика. Это мой самый любимый продукт. И единственный любимый продукт. Все остальное, как прошло мимо. Мицеллярка, Ворвиглаз и так далее. Да, поэтому ее тоже частенько повторяю. Очень удачная масочка. Вот ее советую. Действительно. Она бывает иногда на скидках. Так, Софнер. Софнер Биоглоу почти закончился. Я его перелила в бутылочку из-под Биомики спрея. Потому что здесь жуткий распылитель. Он просто жутчайший. Он бьет в лицо струей. Вот что-то даже осталось. Вообще не понравился. Я не знаю, вся ли серия такая. Или кому-то приходит такая. Кому-то нормальная. Софнер. Ну, это, грубо говоря, у нас тонер с вами. Да? Для чего он нужен? Перед нанесением кожи, протонизировать ее кожу. Перед нанесением крема, протонизировать кожу. Еще как база под макияж подходит. Улучшает внешний вид кожи, тонизирует, разглаживает мелкие морщинки. То есть это тоник, но немножко такой более обогащенный, что ли. Более питательный. Заряд свежести. Круто, что это линейка с витамином С. Потому что, особенно у кого пигментные пятна, у кого кожа увядает, витамин С. Он очень хорошо справляется со всеми функциями. Его тут, конечно, мало. Маловато. Лучше проделать курс витамина С чистоганом на лицо, чем я, наверное, и займусь в ближайшее время. Но, тем не менее, он мне понравился. Вы знаете, понравился. Сейчас пользуюсь, добиваю его с удовольствием, но в другой бутылочке. Вот если бы не распылитель вот этот. Увлажняет. Да. Даже если вот после какой-то иссушающей маски на лицо распшикаешь, все прекрасненько, все замечательно. Увлажняет, тонизирует. Знаете, какой-то... Да, действительно, есть такой заряд свежести для кожи. Она выглядит румяненько. Хороший. Вот Софнер хороший. Чего не могу сказать. Допустим, про Биомику. Вот этот спрей. Он вообще никакой. И тоже как-то пощипывал. Здесь Софнер хороший. Вообще вся линейка мне очень понравилась. Биоглуб, кроме ночной маски, потому что она мне забивала пора. Так, ну и все, мои хорошие. Все пустые баночки вам показала. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. С удовольствием отвечу. Ссылка на регистрацию Фоберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.